Дорогие друзья, всем привет! Сегодня 1 июня, первый день лета и день защиты детей. Сегодня, кстати, будет прямой эфир в 20.00 по московскому времени. Ссылка на эфир уже в описании будет очень интересной, поэтому в обязательном порядке всем необходимо прийти. Ну ладно, сегодня я хотел бы поговорить о тех вещах, которые угрожают нашим детям. К сожалению, злейшими врагами наших детей являются их же мамы, которые бездумно, без основания разрушают семьи, занимаются отчуждением детей от отцов, занимаются воровством алиментов. К сожалению, на данный момент мужчины проявляют очень низкую политическую активность и не получается основательно донести до власть имущих понимание того, что антимужские законы, травля пап, алиментный геноцид, алиментный холокост, это все способствует лишь вымиранию наций, понимаете, да? Необходимо дать мужчинам быть папами, понимаете? Чтобы никакой суд не мог взять и назначить ему 2 часа в неделю. Нет, после расставания, если оно произошло, мужчина имеет на равное по времени общение с ребенком. Я лично за закон о совместном воспитании, когда мама и папа, ну, не смогли жить вместе, ну, не смогли они и договориться о том, как они будут воспитывать ребенка. И в таком случае назначается совместное воспитание 50 на 50. 50 процентов времени ребенок с папой, 50 процентов времени ребенок с мамой. Никто никому никаких алиментов не платит, понимаете, при таком подходе. Да, и разводов сразу станет меньше в несколько раз, потому что выгода от развода пропадает. Алиментным бизнесом уже не позанимаешься, но, к сожалению, мужчины не столь политически активны и им сложно подписаться, например, на семейный фронт, ссылка на котором есть в описании, и писать по шаблону, там, выделяя 2-3 минуты в день депутатов, донося им о необходимости, информацию о необходимости принятия закона совместной опеки и ухода от алиментного холокоста. Ну, для желающих, еще раз скажу, ссылка в описании на семейный фронт, понимаете. Про Red Farm я вообще молчу, тут уже все понятно, это просто, ну, самое натуральное идеологическое оружие, да. Мы видим там, где его применяют, там рождаемости просто нету и ниоткуда взяться, потому что там происходит буквально зомбирование. Ладно, об этом говорить не буду в рамках данной площадки. Напоминаю, сегодня у нас эфир в 20.00 по Москве, ссылка на него в описании, все приходите, берегите себя, будьте счастливы.